Музыка Здравствуйте, Христос Воскрес! В эфире очередная программа об отечественном футболе, передача, в которой находят отражение главные футбольные события, которые произошли на пасхальной неделе. Неделя пасхальная, как вы сами понимаете, событий не очень много, но они все же есть. Вот, например, несколько футболистов, не все, правда, футболисты в некоторой команде национальной дивизии заявляют почему-то о том, и для меня это было удивлением, что из-за жары они не смогли показать свой лучший футбол. 30 апреля, внимание, очередной тур в национальной дивизии. Максимальная дневная температура, судя по прогнозам Гидрометеослужбы Республики Молдова, составляет 22 градуса. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, когда в 22 градуса было сложно переносить жару, а летом как было? Давайте посмотрим видео. Ну и может быть даже тот же вариант, что солнце. Как бы первый матч такой, при такой жаре, и было трудно бегать, задыхались. Конечно, если захотеть, можно найти миллион причин, но давайте просто объективно смотреть на вещи. Я думаю, что не жара причина, по крайней мере, в этом матче. Ну что ж, идем дальше, наша программа продолжается, и давайте расскажем не о всех поединках, которые имели место быть в последнем туре, но о нескольких из них. Кстати, нам удалось побывать на матче в Тирасполе, между... между Афкатирасполем и Кишневской дачей. Ну мы начинаем с поединка, который открыл тур последний. Речь идет о матче между Академией и Шерифом. Любопытный поединок, потому что с него начинается какой-то отсчет. Какой? Екатерина Бакланова знает лучше. Матч проводится раньше на три дня, так как многие игроки команд вызваны в сборную Молдовы. Игра выпадает на вторник, и это сразу после пасхальных праздников, что, заметьте, нелегко. С самого начала поединка заметна тревога на лицах Тирасполчан. Посудите сами, Шериф проиграл две последние выездные игры. Ни разу не смог выиграть у Академии в этом чемпионате, а на выезде в первом круге вообще умудрился проиграть. Сувокупность этих факторов говорит сама за себя. Игра будет интересной. Еще перед матчем игроки Академии на своем сайте всегласно заявили, что дадут такой бой Шерифу, как никогда. Да и перед игрой на их лица читается нешуточный настрой. В воротах Академии сегодня играет Дымов, ну а у Шериф, как всегда, болгарин Стоянов. Далее эти двое станут ключевыми фигурами матча. Не сказать, что желтый-черный или Академики в первом тайме выделяется, обе команды выглядят неплохо. Именно неплохо. Просто на больше не наиграли. А по гейм первого тайма становится момент с назначением пенальти. Активного Замалиева выводят один на один с Дымовым. И тому не приходится ничего другого, как сбить российского полузащитника. 11-метровый исполняет Самарджич. Во втором тайме Дымова можно назвать ангелом-хранителем Академии. Не хуже своего коллеги смотрится и Стоянов, но все же он отражает на один удар меньше голкипера студентов. Академия! АПЛОДИСМЕНТЫ Другого выхода нет. Отсюда и следствие, что футбол он наказывает, не забиваешь ты, забивают тебе. Конечно, жаль, что получилось так. Сегодня обязаны были забивать не один, а три-четыре мяча. Вот он, последний опасный момент черифа и тут же свисток судьи. Далее без комментариев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тренер Шерифа понимает, что ему не удастся отвертеть этот журналистов. Еще тогда никто и не догадывался, что это его последнее интервью в качестве главного тренера команды. К сожалению, да, мы ту гонку не выдержали напряжения. Игрокам же говорить совсем не хочется, но все же со второй попытки Владислав Стоянов соглашается ответить на вопросы. Да, и вот как я приехал, мы говорили между собой, что это самый тяжелый соперник, потому что я уже год с половиной здесь и всегда очень тяжело играем против этой команды. Не знаю почему, но проиграли сегодня. Опять чемпионство будет в Тирасполь. Десять лет подряд сейчас проиграли, надо в следующий год опять будем чемпионов. Остаешься в Шерифе? Ну, на сегодняшний день я игрок в Шерифе, что будет дальше, посмотрим. Третий подряд поражение на выезде оставляет Тираспольчанам только теоретические шансы на золотые медали в этом чемпионате. Отныне прошу считать команду Академии неудобной для Тираспольского Шерифа. Почему объясняю? Потому что в текущем сезоне из трех проведенных поединков Шериф сумел только один раз добиться ничей. В остальных двух Академия обыграла своего соперника 1-0, 1-0 и 1-1, если, конечно, помните. Шериф тогда потерял очки и понятное дело, что Кишневская дача, это главный конкурент Шерифа, в борьбе за чемпионское звание ожидалось нетерпению матча с Тирасполью. Потому что, в принципе, этот поединок мог дать предварительный ответ на вопрос, сможет ли в этом году дача стать чемпионом. Подробности знает Евгений Круду. После того, как во вторник Шериф проиграл Академик, Кишневская дача имеет очень плохие шансы увеличить свое преимущество в турнире таблицы. Осознавая это, Волки выходят на матч сверхмотивированными. Они будут мотивированы, тоже мы будем мотивированы. Если выиграем, мы же будем, и вот так могу сказать, чемпион. Я не думаю, что мы не будем. Если они будут один раз настроены, мы будем три раза больше. Гости, хоть и занимают только восьмое место, никак не являются мальчиками для битя, и в этом сезоне нередко берут очки в матчах с лидерами. Несмотря на выходной день и на достаточно удобное время начала матча, на трибуна критого манежа спорткомплекса Шериф особенного ажиотажа нет. Ну а те, кто пришли, думается, не пожалели, так как увидели очень интересный поединок. В первом тайме могут забить как гости, так и хозяева, но тем не менее счет не меняется. И это во многом благодаря стражам ворот Геннадию Мошняги и Сергею Журику. Вторая половина складывается для них по-разному. Если Мошняге удается отстоять на ноль, Журик все же вынужден капитулировать. На 58-й минуте Бурсов замыкает навес активнейшего Дедова. Это оказывается тем ключевым моментом, который решает исход поединка и, наверное, в какой-то степени чемпионского титула. Ну, думаю, 99 процентов, что да. А на что оставляете 1 процент? Ну, 4 игры все-таки. Несколько минут назад закончился матч в катера Асполь-Дача. За счетом 1-0 выиграли кишиневцы. Таким образом, Дайки сделали еще один шаг в чемпионство. Самой отдачи, желаний игроков не могу упрекнуть. Единственное, что нам не хватает, это реализация голевых моментов. Там мы в некоторых случаях спешим или принимаем неправильные решения. Сегодня получилась хорошая игра, как с нашей стороны, так и со стороны Терраспы. Первый тайм мы приспосабливались к полю. Было очень тяжело. Видно, что ребята допускали ошибки. На таком покрытии мы не тренировались и не играли. В втором тайме совсем уже игра у нас пошла в другом ключе. Был контроль хороший. Хотя были моменты, навалы со стороны Терраспы. Но выдержали. Довольно, что выиграли сегодня. Благодаря этой победе Дача увеличивает свой отрыв от Шерифа на 7 очков. Это за 4 тура до конца чемпионата. Учитывая тот факт, что соперниками кишневцев в этих играх станут Динамо, Костулень, Нистру и Гагаузи, чемпионство они могут уступить только каким-то чудом. Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Женя Круда очень правильно отметил в своем материале. Потому что до завершения чемпионата остается 4 тура. А разница между командами Дачи и Шерифом составляет уже 7 баллов. Это слишком много. За такой короткий срок отквитать этот самый Ганди Кау. Хотя все возможно в принципе. Ну а теперь давайте-ка глянем в календарь. Дачи осталось провести еще 4 матча. С какими командами? Это Бендерская Динамо. Это футбольный клуб Костулень. Это Гагаузи и Атачский Нистру. И по идее, если учитывать здравый смысл, если он вообще присутствует в молдавском футболе, то Дача, конечно, должна обыгрывать всех своих соперников. Ну а на стадионе Зимбру состоялся, на мой взгляд, один из лучших матчей последнего тура. Поединок между Зимбру и Бельской Олимпией. И Зимбру, и Бельская Олимпия, и Скоро Стали с Рыбницей, и Милцами все эти команды, скажем так, в одной упряжке. Потому что именно они борются за то самое третье место, дающее право на выступление в Лиге Европы. А что ведь любопытно, в этом чемпионате Зимбру и Олимпия всегда играли в ничу. Наташа Арапу было дано задание. Выяснить почему. Найти отличительные моменты и, конечно, сходство. Зимбру и Олимпия встречаются в этом сезоне в третий и в последний раз. Две ничи до этого придают матчу травматичности и интригу. Ведь это решающий поединок, а зубры и олимпийцы – принципиальные соперники. Быть сильнее в этом сезоне важно и для кишневцев, и для гостей столицы. Но и это отходит на второй план, когда дело доходит до двух слов, которые имеет совершенно удивительное действие на молдавские команды – европейские кубки. Зимбру на Евроарене фигура знакомая, выступает еще с тех пор, когда Олимпия только крепчала. Но времена меняются, и в прошлом году на Евроарену попали впервые именно бельчане. В год, когда Зимбру в последних матчах потерял все шансы выбраться на третье место национальной дивизии. Обида осталась, и обидно, что и в этом году Зимбру находится почти в том же самом положении. До конца чемпионата остаются четыре тура, а если молдавская футбольная общественность знает имя нового чемпиона Молдовы на 99%, то претендующие команды на представление Молдовы в Еврокубках оставляют все гадать и путаться в сложных математических формулах. Ведь теоретически все возможно. В Олимпии есть хороший шанс выйти в Европу через Кубок Молдовы, откуда Зимбру был сенсационно выбит команда из дивизии А – футбольным клубом Кагул. Последняя игра между командами зафиксировала нулевую ничью. Такой же счет светился на табло и после матча 35-го тура. Тут все без изменений. Кстати, две игры этого сезона проводились в Кишиневе. Большой плюсик для столичной команды, которая преимуществом так и не воспользовалась. Кишинев встречал бельчан в декабре с дождем и с холодом на искусственном поле. Вероятно, остыдили Олимпийцы Кишиневцев, так как в этот раз на смену тучам и холодному дождику пришло ясное солнышко. Да еще и сменилось место встречи. Теперь все это на главной арене, которая подчеркивает важность события. Кстати, это был первый матч на главной своей арене для Зимбру в национальном чемпионате. Но победить не удалось. Но можно ли говорить о том, что это очередная сечка? Зимбру преобразовался, об этом говорят все хором и каждый в отдельности. До Нового года у Зубра говорили, как о крепком середнячке национальной дивизии, но точно уже списали со счетов в борьбе за Еврокубки. Теперь Зимбру воюет, причем не на шутку и хочет вернуть былую славу, вот только туров осталось мало. Четыре штуки. Немного успеешь исправить за это время, а вот на подиум подняться вполне возможно. Об этом говорят и изменения в команде. Составы на 30 апреля, 4 декабря. Последние две игры между этими командами выглядят совсем по-разному. Такое впечатление, что Николай Каланч и Олег Шишкин перешли вместе в другой клуб. А нет, только они остались, остальные к ним присоединились. В декабре Зубра лихорадочно поддерживали фанаты, которые славятся самым лучшим фанатским движением в Молдове, это очевидно. В холоде и в дождь не страшно раздеться за свою любимую команду. Сегодня их не всегда можно увидеть на трибунах. Но не только остается надеяться на то, что их отсутствие совпадает с праздниками, когда люди в столице вообще как будто испаряются, и в скором будущем фанат снова появится на своем привычном восьмом секторе. Так и в прошлом матче феррит бывший игрок бельской команды Олег Шишкин. Общаясь с Олегом, вне поля трудно понять, как такой внешне спокойный человек на поле предстает перед зрителями таким мотивированным, а порой и агрессивным футболистам. Часто Олег спорит с судьями. В прошлый раз поспорил с Гечу за желтые карточки, сегодня хочет проучить бывшего одноклубника. Если в прошлой игре Андрей Ткачук был награжден двумя желтыми карточками, и в итоге покинул поле, сегодня после симуляции пытается больше не показываться на глаза Вячеславу Бонарю. Да, еще забыли упомянуть про множество опасных моментов и о красивых сейвах вратарей. После игры оба тренера сходятся во мнении, что сегодняшний ничьяк только на руку Мил Сами, который отодвигает и Зимбро Олимпию и вновь красуется на третьем месте. Надолго ли? Вот в чем вопрос. Как мне кажется, это была сугубо настоящая мужская игра. И по ногам лупили, и моменты создавали, правда, голов там не было. Ну и что? Зато немужской игрой отличились и другие две латиноамериканские сборные. Это видео для себя я открыл буквально недавно. Матч был проведен между этими командами в начале этого года. Так вот, давайте посмотрим на то, как можно играть в немужской футбол. Ведь такое тоже бывает. Видео в студию. Продолжение следует... Кази-кази-кази-кази-карраско ль ел а монтано на ногу. Фиѓате. Фиѓате ло ка се Карраско. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Второй тайм также зрелищным не получается. Команды так и не сподобились на голевой момент, а единственный мяч в поединке забивается не с метро в отметке. 73-я минута. Гедегический нарушает правила своей штрафной, а Геннадий Красношан указывает куда надо. Георгий Богио не промахивается и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата страны. Матч окончен 0-1. Милсами еще будут бороться за места в Еврокубках. Не знаю, может от того, что мы готовились очень серьезно к этой игре и нагрузки были в течение недели. И где тренировались, там поле было жестче здесь. Видно, болели поле перед игрой. Может, ноги сели и физически чуть-чуть были не как обычно. После матча остается много вопросов. Во-первых, почему Рапидо играл в полтилу, даже не поборовшись? И во-вторых, где Денис Клинков? В конце концов, виноватым во всем оказалось злосчастное геннадийское поле. И почему-то, по словам футболистов, жаркая погода. Кстати, в день матча в Кишневе и в центральной части Молдовы было 21-23 градуса тепла. Я думаю, что время, сейчас, по словам, было все холодно, все холодно, все холодно. Мы сами на филуке по-бону, все позиционно на бене на терене. Было тяжело. Но с изменением, с изменением, с изменением, все больше холодно. У меня нет тренировки, только в течение дня, было холодно. И, может быть, даже тот же вариант, что солнце. Как бы первый матч, такой, при такой жаре, и было трудно бегать, задыхались. Считаю, даже тот же пенальти, я не знаю, справедлив, несправедлив, хотя бы ничего могли вырвать сегодняшний матч. Вот тот самый поединок, о котором вскользь в начале нашей программы я упоминал. Футболисты одной из команд уверяли, что, дескать, жара помешала показать им наилучший футбол. Не знаю, так это или не так, при 22 градусах тепла, которые были отмечены в тот момент, то есть во время вот этого противостояния. Но песню Чечерина под названием «Жара» отныне прошу считать официальным гимном вот этого матча. Он доступен, этот способ, 70% людей. Итак, в городе 12.05, температура воздуха 34 градуса в тени, а день обещает быть жарким. Солнечный день, оранжевый плюс, я не успеваю, но и не тороплюсь. Еле дыша, катится шар, с ветки на ветку не спеша. Правый каблук провалился в асфальт, ты не дождался, очень жаль. Полуденный сной, маешься злой, где-то сейчас, только не со мной. Жара, жара, жареное солнце. Тепло, но не жарко в местечке Вспея, что находится в Новоаненском районе. Там, если вы помните, полгода тому назад, 12 октября 2011, простите, 2010 года, мы побывали с таким первым ознакомительным визитом, потому что узнали о том, что Кишневская дача приобрела себе стадион Вспея под базу. О том, какие там были работы проведены за полгода, тем более мы обещали прийти через 6 месяцев, мы узнали совсем недавно, 27 апреля, когда мы также там побывали. О сумах, вложенной в реконструкцию, руководители дачи особенно не говорят. Но уже понятно, что в самом ближайшем будущем футбольная спея станет свидетелем очередного возрождения. Вернемся туда через полгода. Ровно 6 месяцев прошло с того момента, когда мы в последний, по крайней раз, были на стадионе Вспея. Очень известная арена для молдавского болячка, потому что здесь в мигначе проводил Кишневский СИМ, не только в национальной дивизии, но и в Еврокубках. Тут одно время и молодежная сборная Молдовы также принимала своих гостей. Но сейчас мы не об этом говорим, потому что с определенного времени этот стадион стал базой для другого клуба и столицы. Или ждет у Кишневской дачи. Ну а на сегодняшний день, скажем так, идут восстановительно очень важные и нужные работы. Наша главная задача заключается в следующем узнать о том, какие изменения произошли за полгода. Изменения действительно произошли, они существенны. Самое главное то, что когда в последний раз мы были, то тогда была у нас хмурая осень. Сейчас уже весна, плюсовая температура и все светится другими красками. Впрочем, как и стадион. Тогда, как говорил ответственность за качество газона, господин Брагиш, было настоящее, цитирую, Толака. Ну а сейчас смотрите сами. А вот так выглядел газон. Стадиона в Зелеспее полгода назад. Первое тогдашнее впечатление – запущенность. Он мертвый, никакой реанимации. Он уже готов. За шесть месяцев с момента нашего первого и пока единственного визита изменения, конечно, произошли. Возможно, здесь еще не появилась новая футбольная мека Молдову, как мы того ожидали. И работа не идет пока супер сумасшедшими темпами, как хотелось бы многим. Но шаг за шагом перемены ощущаются. И уже сегодня Дмитрий Брагиш с характерным для него чувством оптимизма уверяет. Сложнее было, чем вы ожидали в выращивании травы? Для меня ничего нет. У меня это не сложность. Для любой эпохи я могу это самое. Потому что я уже прошел все эти нюансы. И мне это не тяжело. Еще осенью планировалось произвести ремонтные работы и в потрибунных помещениях, а также в объектах, прилегающих к стадиону. Осенняя картина тогда также выглядела близко к удручающей. Да, значит, первая раздевалка. Как видите, положение, состояние очень-очень-очень плохое. Значит, вентиляция плохо работает. Как вы замечаете, тут грибок пошел. Ну да. Грибок пошел, да. И за 13 лет, как вы понимаете, без ничего не было. Без ничего. Если вы помните, в прошлом году была плачевная ситуация в потрибунных помещениях. Там абсолютно ничего не было. И нужно было понимать, что без ремонта не обойтись. Давайте посмотрим, произошли ли какие-то изменения за полгода нашего отсутствия. Ну, работники стадиона, в частности, господин Брагиш утверждает, что за то время, что нас здесь не было, то подготовили абсолютно все помещения, и комната судей, и потенциальные раздевалки подготовили для последующего ремонта. Давайте посмотрим, если эта информация соответствует действительности. Вот первая комната. Если вы помните, в прошлом году здесь был настоящий крах. Здесь абсолютно ничего не было. Но вот стены, они уже почищены. И, судя по всему, следует уже произвести необходимый ремонт. Идемте дальше. Помню, в очень плотевом состоянии находились тогда и раздевалки. Здесь у нас администрация, туда заходить не будем. О, в комнату арбитров. Ну да, картина, конечно, гораздо лучше, чем это было в прошлом году. Но стены почищены, и необходимые работы должны быть здесь произведены. Но того хлама, который тогда был, точно нет. И шампуни, и бритвенный станок свеженький. Видимо, тут кто-то совсем недавно принимал душ. Ну что, пока можно, наверное, есть и горячая вода. Попробуем, рискнем. Страшновато? Ну, попробуем. Холодная пока. Вроде становится теплее, да? Действительно, теплая вода. Ну, почему, если действительно есть теплая вода, почему ее бы не использовать, можно назначать. Все верно. Кстати, это одна из раздевалок, которым пользовался и Златан Ибрагимович. В пору, когда он здесь бывал в Кишневе, играл со сборной Молдовы, на этом стадионе, он являлся игроком молодежный сборный Швец. Действительно, так. Это не миг. Но это раздевалка. Футболисты в местной команде, которые играют в дивизии... А, еще есть, да? Это играют юноши и дети. А на каком поле они играют? Раньше они понимали... А, в Ваненах. Да, здесь тренируются. А, ну, форма, в общем-то, она еще есть. Так что, кому-то нужна форма, подходите сюда. Гетро есть, а вратарская. Вратарская. А что написано здесь? Я не знаю, что там. Школа спортива. Они играют по флагам. У них там спортшкола, детская спортивная школа. У них как раз шорты. Не нужны шорты? Ну, ясно. Ну, да, изменения, конечно, есть. Значит, я... Да, ужасно, что творилось тогда. Миграмма... Ага, это самое... Изменения, да? Ну, то, что изменения. Вот финансировано, чтобы сделать такую покраску, штукатурку. Да. Пожалуй, мало кто сегодня в Молдове в любой сфере жизни способен дать хоть какой-то прогноз. Просто люди не рискуют. А вот Дмитрий Брагиш не из тех. Он уже сегодня готов ответить на главный вопрос, какого качества будет этот газон. Высшее. Высшее качество будет. Я даю гарантии 5 лет. Вообще ничего не надо делать. А потом подремонтировать и будет 40-50 лет. Вы как-то говорили о том, что эта поляна будет лучше в Молдове. Да. Это так? Будет лучше в Молдове. Будет лучше, чем на Шерифе? Будет лучше, чем у Зимру, чем у Шерифа. А в остальном совершенно рутинный, но очень нужный процесс. Вот, например, в этот момент стоит вопрос, как правильно и эффективно использовать только что завезённую систему парива газона. Таких эпизодов в работе Дмитрия Брагиша предостаточно. О чём говорите? Говорим, что это самое хорошее дело. А, вот это, да? Ну смотри, до 8 часов, до 12, до 2 часов будет политополь. А так стой целый день, это самый человек на солнце. Так поставим, стой и смотри, поливается. У вас меньше работы будет, неинтересно. Неинтересно? А работники вот что говорят? Да, 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 да. У нас есть и неинтересно. Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Интересный такой персонаж Дмитрий Брагиш. И в тот момент, когда я его спросил о гарантиях и о качестве вот этого газона, мне почему-то пришла в голову или вспомнилась легендарная фраза из рекламного ролика. За качество отвечаю. Помните рекламу пива? Но мы сейчас о пиве говорить не будем. Идем дальше. Наша съемочная группа бывала в Рыбнице. Там, где из красавицы Рыбницы встречалась со Свинтул Георгией. Очень такая любопытная, интересная, увлекательная, открытая игра. Свинтул Георгией проиграл со счетом 1-3. Но, пожалуй, это та игра, у которой можно сказать, что, в принципе, вот этого результата команда Исуручен не заслужила. И имели и моменты. Но, в общем-то, выиграла, мне кажется, более опытная команда, умеющая себя вести именно в таких сложных ситуациях. Давайте посмотрим, что заявили после поединка тренера команд. Вы знаете, нам сейчас очень важен был результат. Поэтому иногда показывали хорошую игру, не могли взять еще. Свинта игра такая была вроде как не очень зрелищная. Она очень была продуктивная в плане реализации моментов. Хотя мы вроде как продуктивные, а с другой стороны и нет. Потому что мы могли забить еще и больше. Хотя команда, соперника, мне понравилось. Если взять содержание игры, то можно, конечно, о многом говорить. Я очень доволен содержанием игры. Как мы вели всю игру, в смысле, держали мяч конструктивно, все делали. Команда соперника только разрушала и била вперед. За счет этой настерности поймала нас на два контратака. И один гол мы сами себе забили. Конечно, это не оправдание. Мы проиграли команде, которая находится в верхней верхушке таблицы. Симпатичная игра святых, но пока не всегда дающая результат. Это, пожалуй, визитная карточка с Вентулгерги во втором круге. У нас рубрика «Модный футбол». Екатерина Бакланова встретилась с одним из футболистов. Команда с Вентулгерги о ком идет речь, собственно, узнаете через несколько секунд. В Молдавском чемпионате есть много легионеров, но хорошие попадаются крайне редко. Про одного игрока с российским паспортом мы вам уже рассказывали ранее в нашей передаче. Наш взор был прикован к одному футболисту с Вентулгерги. По 23 номерам играет. Играет флангового полузащитника. Его зовут Герман, его фамилия Пятников. Играет по 23 номерам. Все бы ничего, но этот футболист является воспитанником школы футбола «Зенита». И что интересно, в одном из интервью на главном футбольном портале Молдовы, сайте moldfootball.com, он заявлял о том, что он является, для него вернее, кумиром является, угадайте кто? Тот самый человек, который в арсенале носит 23 номер. Тоже воспитанник «Зенита» Андрей Аршавин. Вот по манере игры он очень-очень схож именно с Андреем Аршавином. Давайте посмотрим несколько фрагментов и, в общем-то, вместе с вами сравним. Чтобы наши слова не оказались, ну, беспочвенными. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вновь играет в молдавском чемпионате за команду из Суручен Свинтл Георги. Привет, Герман. Привет. Мы с тобой находимся в таком зеленом уголке нашей большой страны. Ты сам из Питера. Как тебе показалась наша страна после того, как ты приехал? И вообще много ли ты успел увидеть? В принципе, много. Климат благоприятный, тепло, много зелени. В принципе, в Питере так же. А язык, менталитет людей в Питере по-другому люди говорят. Там, например, подъезд парадный. А у нас есть такие слова, например, которые у вас и не встретишь. Как ты с этим боролся? Не было сложностей? Нет. Ну, иногда, конечно, люди говорят, когда на молдавском, конечно, не понимаю. В принципе, там, даже еще, ну, знаю элементарно, там, как, здравствуйте и все такое. Ну и как же? Бонусио. Молодец. Ты, кстати, из всех легионеров приезжих четче, лучше всех сказал. Бонусио и что еще? Не, ну, там, как это правильно, щифа еще. Да, да. Давай поговорим о том, как ты попал в футбол. Почему? Как это произошло? Кто тебя подтолкнул? Подтолкнули родители, конечно. Мне было 6 лет. Они мне спросили, хоккей или футбол. Я подумал, что хоккей какой-то очень травматичный из спорта и решил футбол. Тоже не менее травматичный, только зубы все на месте. Это я понял только уже. Командой, то ко мне не то, что не было таких приложений. Было пару раз. И то мы играли с основной командой. Или там, когда игроки уезжали по сборным. Это так было все. Но хотелось бы, да? Конечно, хотелось бы. То есть ты когда играл, у тебя были планы продолжить свою карьеру? Извините, восторг. Герман, ты закончил знаменитую школу футбола «Смена», да? Да. Я думаю, там тебя научили, как правильно жонглировать мячом. И вот мне нравится, когда футболисты показывают всякие такие нереальные выкрутасы. Ловят мяч где-то вот тут. И вообще творят такое. Я хочу хоть коленкой научиться набивать мяч. Коленкой? Да, давай ты покажешь, а потом я попробую это перенять. О, вот даже вот это нереально кажется. У меня такой мяч цветной. Ты такой цветной. Я с ним такая цветная. Это все связано с приходом весны. Поговорим давай о одежде. Где ты покупаешь себе вещи? В магазинах. В кишиневских, в питерских. Нет, это я куртку покупал в Москве. Футболку в Питере. Джинсы тоже в Питере. А кеды тоже в Москве. Тебе вещь должна нравиться или она должна быть брендовая какая-то, чтобы ты ее купил? Нет, не обязательно. Не обязательно. Я не гонюсь за брендами. Главное, чтобы она была красивой и мне нравилась. Скажи, а ты любишь делать подарки? Да, и люблю их получать. Ты больше любишь делать или получать? Наверное, делать. И вот ты не можешь вспомнить какой-то такой суперский подарок, чтобы человек был удивлен, ошарашен? Сюрприз какой-то. Я думаю, это было сделано для девушки, конечно же. Почему? Нет. Девушки тоже. Но вспоминаю родителей, когда в детстве учились еще в начальной школе. И мы делали на 23 февраля, допустим, папе подарок какой-нибудь. Мы делали сами. Маме на 8 марта тоже. Ну, всякое там делали. Маме, допустим, подарил божью коровку такую. Она мягкая была, чтобы иголки. А, то есть у тебя руки растут из нужного места. Ты же, кроме того, как пинать мяч, что ты еще умеешь делать, да? Ну, стараюсь учиться. А если, например, вот, ну ты сейчас живешь сам, и у тебя сломается розетка. Ты сможешь ее починить? Да. Или ножка у табуретки? Да, уже было такое. Слопалась табуретка, я скотчем перепадал. Современное решение. Мы находимся в таком зеленом уголке, что грех не пожарить шашлык. Согласен. Ты с этим справишься? Конечно. Готовить, значит, умеешь, да? Да. Ну, пошли, будешь удивлять своими кулинарными способностями. Пойдем. С горки барашек прыг-прыг-прыг, будет у нас с тобой шашлык. Нежный, приятный, молодой, будет у нас с тобой шашлык. Герман, ты знаешь, что на одном сайте посвящена в честь тебя целая группа? На каком? На социальном? Нет. Нет? Нет, знаю. Не ты ли я сам создал? То есть у тебя есть поклонники? Меня там даже нету. Меня приглашали, я не вступил. За какие такие заслуги? Не знаю, но в Санкт-Петербурге, в принципе, ко всем внимание. И поэтому там у всех есть какая-то своя группа или еще что-то. Там у тебя, я посмотрел, 30 фанатов есть. Ну, это мало. Ну, нормально, значит, интересен людям, там новости о тебе обновляются постоянно. Ну, значит, интересен. А компьютерные игры играешь? Нет. И в детстве тоже не играл? В детстве играл, любил гоночки, футбол. Ну, футбол так, в основном гоночки почему-то любил, не знаю. Потом, когда появилась машина... У тебя есть машина, но она в Питере, да? Да. Когда появилась машина, все эти гоночки перешли уже в реальную жизнь. Ты любишь погонять, побеспредельничать? Да. Часто тебя штрафуют на дорогах? Ну, первые годы-два, наверное, очень часто тормозили, штрафовали. Взяточки давал? Ну, а по-другому как. Конечно. Какая у тебя машина? Honda Civic. С горки барашек прыг-прыг-прыг, будет у нас с тобой шашлик. Нежный, приятный, молодой, будет у нас с тобой шашлик. Герман, раз мы уже прикоснулись к еде, начинаем готовить. Скажи, как ты питаешься, сам ли ты себя готовишь и что любишь поесть? Люблю мясо, готовлю, в принципе, тоже. Ну, и здесь кушаем на базе, кормят нас, и после тренировок тоже нас кормят. Так, иногда дома устраиваю себе ужин, праздник живота. Герман, а вы что-то никогда не съешь? Вот что, например, такое, может быть, ингредиент или продукт? Не съем, если я не путаю, есть рыбу, которую надо специально именно готовить, иначе, если ее неправильно приготовить, то умрешь. Вот эту рыбу я бы не стал попробовать. А там фахтуды, чипсы? Да это можно, почему? Это я ем. Знаком с Боярским? Нет, лично нет. Я, Михаил Боярский, болею за зенит. А вы кого болеете, вы? Герман, помни, пожалуйста, самую такую неделю по детству? Проходите сюда, а почему тебе так понравилось? Сейчас понял, почему-то папа домой принес, раньше было радиомашинное, там, как получилось, два таких провода, они как бы были похожи, чтобы в розетку вставлять. И папа что-то домой принес, то ли, не помню, почему он принес, сейчас не вспомню даже. Ну, я подумал, что это надо в розетку втыкать и слушать. И я воткнул в розетку, и во всей квартире электричество в буфе, а этот приемник взорвало. Папа был рад, да? Да, все были просто в шоке, да. А ты был хорошистом или отличником? Я, скорее, хорошистом. 7,8 в квартире. 7,8? 15? Или умножить, или умножить. Умножить? Умножить, не знаю. Ты сейчас меня в тупик ставишь с этим вопросом. Хотя у меня, по лагерю, была пятерка всегда. Ну, вот я вижу, ты умеешь готовить, ты коммуникабельный. Какая должна быть рядом с тобой девушка? Или твоя жена? Какие главные черты должны быть в ней? Чтоб она была, например, Светлана Пятникова? Это я не знаю даже. Главное, чтоб нам было вместе хорошо и весело. Каких-то особенностей нет, да, у тебя? Она должна обязательно уметь готовить, чтобы взять раз отжиматься и уметь пилить сены. Нет, конечно. Да, конечно. Этому же всего можно научить потом. Наш огонь уже подошел к состоянию, что можно раскладывать мясо, да? Да. Сколько оно примерно будет жариться? Не знаю. Я обычно не засекаю, посмотрю по готовности. Жалко, что ты не сам его мариновал. Ну, что делать. А умеешь, да, мариновать мясо? Да. И в чем ты маринуешь? В вине? В кефире. В кефире. С горки барашек прыг-прыг-прыг Будет у нас с тобой шашлык Нежный, приятный, молодой Будет у нас с тобой шашлык И поросенок озорник Тоже пришел к нам на шашлык Вкусный, приятный, молодой Будет у нас с тобой шашлык Вот и цыпленок пик-пик-пик Будет еще один шашлык Сочный, приятный, молодой Будет у нас с тобой шашлык Сверхые, сочные, мягкие, вкусные, лучшие шашлыки В нашем отделе специальном шашлычном отличные шашлыки Мясо готово, да? Да То есть оно уже легко прокалывается, можно быть уверенными Приятного аппетита! Сочный, приятный, молодой, будет у нас с тобой шашлык Сверхые, сочные, мягкие, вкусные, лучшие шашлыки В нашем отделе специальном шашлычном отличные шашлыки Герман, а есть ли у тебя любимый исполнитель или музыка? Нет, мне много каких, ну, какие исполнители нравятся и музыка какая. Главное, чтобы мне нравилось, а какой, как это правильно сказать, стиль или там, какой исполнитель, без разницы. А знакомы ли ты с молдавской музыкой? Ну, чтобы шизну, правильно? Да, да. Слышал пару песен, но так особо. А есть любимый фильм? Да, «Гнев». Ты салткоежка? Ну, если не считать то, что у меня мама кондитер, то, наверное, да. То есть ты избалованный в этом плане? Ну, да, можно так сказать, что я только доверяю, можно сказать, маме. А молочный или черный шоколад ты выберешь? Молочный. А, кстати, тебя часто сравнивают с Аршавиным. Для тебя, наверное, это не новость? Ну, или Аршавина с тобой, я не знаю. Нет, новости, новости. Не знаю, как тебе приятнее будет. Не знаю, может, по стилю игры, по внешнему, то, что небольшого роста. Только это, наверное, я не знаю. Потому что, ну, и зная его, мы по каким-то человеческим качествам совсем разные. Ты сам из Питера, сейчас живешь в Молдове. Я думаю, у тебя есть что сказать нам, молдаванам. Как-нибудь похвалить нашу страну ты можешь, и что тебе больше всего запомнилось, расскажи зрителям. На этом мы закончим нашу беседу. Скажу то, что хорошие, добрые люди, прекрасная природа и благоприятный климат для футбола. То есть, эту страну ты будешь вспоминать всегда с позитивом, да? Конечно. Я рада. Спасибо большое, Герман, за беседу. До новых встреч, и мы за тобой следим. До встречи, спасибо. Пока. Она всем нравится. Давай, танцуй смелей, моя красавица. Это тот самый человек, у которого в одной из программ в начале апреля мы говорили о том, что очень похожа и манера, и даже телосложение на Андрея Аршавина. Вот Екатерина Бакланова в этом сама, собственно, и убедилась. У нас рубрика «Откровение на тур», одна из последних рубрик в нашей сегодняшней программе. Он мертвый, никакой реанимации, он уже готов. Для нас очки – это как воздух, это для людей. У меня есть ребенок и дочка, значит, ребенок Андрея два с половиной года и дочка Ангела. Праздник ее все-таки. Мы все в равных условиях. В первом этапе судья нас чуточку зарезал в крылья. Я иногда разговариваю с ней. О чем последний раз говорили? С Северю. Вот именно с этого. Сегодня вот разговаривал с ней. Говорю, вот тебе кушать дал. Сейчас вот поливаем, даем воду. И солнце, Бог дает это самое. Солнце, и все будет хорошо. И она… Слушается. Да, не это самое. Не слушается. Некоторые говорят, наверное, по фазе. Снег, мой друг. Коль! Эй, спик! Спик у человека. Спик у лица! Спик у там, да. Спик у там, да. Ты только… Коль! Спик у там, да. У вас с region годами. Как вы? Как вы? Ну, я безбище. А, ну как дела? Как ты теперь. Как вы? То, как вы? Как я, я вижу, что ты в Leader назад. Так что вы нашли? Ну, сколько? Каи, у меня copper Alexa! Кяой, ага. Как вы? В三じゃ. В Сибири, В Sens�. Ну что же, это была информационно-житейская программа об отечественном футболе, главные футбольные события, которые вместились в эту неделю. С вами был Дмитрий Антачан, всем удачи и болейте за отечественный футбол, невзирая ни на что. Счастливо! Чумачечая весна, чумачечая! Я иду по улице, словно чумачечи, от солнца, чтоб не жмуриться, я натяну отечественный. А в стеклах отражаются девочки конфетки, за наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не должна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая! Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда тебя в коротенькой юмчонке увидал, любовь пришла, как паровоз на киевский вокзал. И очень хорошо, что я весной тебя нашёл, и ты так хороша, но знай, я не чёрт и шо. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не должна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая! Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин